Итак, приветствую всех пациентов на очередном сеансе лечения, а если вы вдруг еще не подписаны, подписывайтесь обязательно, а мы продолжаем играть за нашу Мексику, мы в прошлой серии подняли себе промку, себе очень жестко улучшили армию, профессиональная армия, тут еще поход отсюда будут, отсюда, в общем-то, качаемся, помните, эту дивизию, у которой было 33 атаки, так вот, пока американцы там воевали между собой, эта дивизия качала, стирование, 182 атаки и 360 защиты, понятно, что у этих ребят, на самом деле, ее меньше, всех статов, в принципе, потому что у них и и снаряжение не все, и оно часть устарелая, а это считается именно по-новому, а мы уже пехотное снаряжение новое производим, но тем не менее, факт в том, что мы сейчас будем выстраивать просто отличные пехотные дивизии, и в идеале бы, конечно, выйти еще в авиацию и в танки, но это, как у нас до этого промку дойдет, ну а мы продолжаем, поехали, и нужно очень сильно добить этих войска, здесь есть много, на самом деле, дивизий, по сравнению с тем, что здесь, после чего мы сможем эти войска перенаправить вот сюда, и прям это было бы очень выгодно, мы сможем, я думаю, много здесь запушить, вопрос еще, на самом деле, кто здесь побеждает, потому что такое ощущение, что мы напали на самого сильного американца, но хотя синдикаты выглядят самыми сильными, но синдикаты, они как-то, не знаю, иногда могут сами себя затроллить и как-то перестать побеждать, так что, не знаю, они еще нажали на наступление против вот этих ребят, хотя здесь полторы битвы, ну и еще и канадцы тоже их душат всех, так что ситуация пока непонятная, но посмотрим, поехали, и с манами там тоже начались приколы, но нам это не сильно интересно, в общем, важно было бы успеть в Эль-Пассо, да, было бы прям очень хорошо, выбить вот здесь вот противников, и потом уже со всех сторон окружить эту провинцию и атаковать, потому что они не пополняются, но они все еще нормально себя должны показывать, и они все еще себя хорошо показывают, на самом деле, особенно из-за того, что здесь речки везде, блин, а это горы еще, по-моему же, а вот это город, да, короче, очень неприятная ситуация здесь, но мы как-то что-то пытаемся сделать, а еще надо понимать, что нам нужен вот этот пункт снабжения, чтобы вот этим войскам припасы доходили, потому что вообще сейчас туда ничто не приходит, и это неприятно однозначно, можем попробовать, конечно, тут еще покушать, но не знаю, насколько это эффективно, на самом деле, кажется, как будто неплохо, единственное, вот здесь вот я бы, наверное, речку прям удерживал просто и старался бы лишнего не двигаться, тут прошла мирная конференция, и что-то на происходило, как будто в Африке, да, что-то взорвалось, Геринге, кстати говоря, ее аннексировали, но она еще раз появилась, Африка, что ли, развалилась второй раз или что? Очень странно. Ну, конечно, понятно, что Герман Геринг не тот человек, который будет просто сдаваться, но это все равно выглядит странно, конечно. Западный командир одобрил против... что? Я не просил у них ничего. Блядь, эти территории передали западному центру, командному. За что? Я не... Какие-то ивенты говна случились, судя по всему, очень неприятные для нас. А, сейчас нас затроллили. И они деблокировали себя, ну, блин, у нас снабжения здесь нету в этой клетке, к сожалению. Что-то есть проблемы с тем, чтобы ее держать. И вопрос вот, что, как здесь делать так, чтобы все красиво вышло. Нам нужно больше дивизий, на самом деле, вот в чем правда. И нам нужно еще больше промки, чтобы еще больше строить. Вопрос, опять-таки, откуда ее получить? У меня есть идея, что мы можем пойти под этим фокусом, чисто стапку подкачать еще. Стапка дает бафы на промку технически. Можно, ну, хотя бы так, как-то что-то поднять. И мы смогли удержать эту провинцию. И сейчас гружаем вот эту. И слушайте, ну, у нас есть шансы пробиться. Но, опять-таки, они, конечно, не самые лучшие. Но есть. И мы взяли вот эту провинцию. И это сейчас должно, да, дать припасы вот сюда. Ну и все, все, пора. Нам еще закидывают все еще линлис. Отлично. Пора, пора душить их. Можем атаковать уже, начать. Раз можем, значит, атакуем. И сейчас потихоньку-потихоньку должны их выбить. Потому что они не пополняются. Да, аргонии не восстанавливают. Просто нападениями мы их выбьем. Здесь, конечно, наши войска просто героически обороняются. Ну, мы им даем очень много снаряжения. Так что нормально. Касатарство плюс 25, если что, и 8. Вот это, я понимаю, хорошо пробафались. И не забываю нарвать наши прекрасные кнопки. За 75 политки на то, чтобы строить домики. Это же просто безумно сильно. Блин, если у нас это будет всю игру. Смотрите, да, здесь только требования после даты. И уже что-то не строится. То есть, как будто нет ограничений. Но в какой-то момент же у нас должны забрать эти кнопки. Потому что если нет, то это просто безумно круто. У нас слотов мы настроили очень много. И у нас, в принципе, еще в будущем много слотов будет. Попадение Атланта произошло. Вот эти ребята, да, видимо, скоро проиграют. Ну, нормально, мы сейчас вот этих задушим и пойдем на восток сюда. Да, вопрос только, как нам вот эти территории будут отдаваться. Ну, как будто после мира, мирной конференции. Было бы, конечно, круто, если бы был какой-то ивент, что вот мы запушили, забрали регионы, мы можем у них забрать. Я, конечно, хотел бы еще и у вот этих ребят успеть поджать что-то, да. И потом уже с этими как-то сталкиваться. А не так, что я, типа, до последнего должен воевать за все это. О, а мы пробиваемся сюда и нужно их прям додушить. И прикрыть вот эту провинцию бы тоже было бы отлично. Сейчас пробуем. И мы не успели додушить, но туда кто зашел, мы сразу успели контур атаковать. Это тоже нам, в принципе, кстати говоря, подойдет. И вот так. Слушайте, отлично. Американский союз несет огромные потери, а мы себе восстанавливаем стабильность прекрасную. И на вот этой последней дивизии окружение можно считать полностью ликвидированным. Отлично. Теперь войска пускай займут свои позиции, восстановятся немножко, и мы можем переходить в новую фазу наступления. Я бы еще, кроме того, поставил бы уже госпитали, потому что нам надо сейвить ребят. Вот это что, у нас еще не хватает допки, очень нам не хватает машинок, но это все восполнится в один момент. Но уже кто-то будет получать какие-то плюсы с этого, так что надо пользоваться. И можно уже где-то локально вот так вот переходить наступление, где я вижу, что там одна какая-то дивизия вон ополчения. А это что наши четыре дивизии пехотные их снесут, даже если не полностью пополнившимся. И вот такие тоже. В принципе, мы так уже сейчас везде можем потихоньку переходить наступление, только, конечно, аккуратно. Все еще у нас не все пополнилось, и у нас не хватает поездов. Ну, военный завод уже на них есть, потихоньку восполним. Могли окружить Даллас, там дивизию, по ощущениям, мы все-таки успели добить. И успешно наступаем дальше. Причем у нас уже резервы готовятся, у нас уже хватает снаряжения на резервы, и это прекрасно. Формирование антигерингского пакта, ух, там Геринг пошел улетовать. Ну, будем за него болеть, конечно, но я не думаю, что Ишка справится, ну, посмотрим. Итак, мы поддерживаем теперь дружеская церковь, и давайте-ка сделаем вот это. Дом Дидиас. Отлично, у нас, кстати говоря, политка чуть станет быстрее копиться. Конечно, вообще бафы какие-то очень смешные, честно говоря. Да, но допустим. Собулярность, политка, вот это все, в принципе, будет нам в плюс потихоньку скапливаться нормально. Тем более, что наша политка буквально конвертируется в промышленности, и это безумно круто. И бои просто на всем фронте не прекращаются. Мы уже нанесли 260 тысяч потерями в Американском Союзе, сами потеряли 60 для нашей Мексики. Небольшое, это на самом деле очень больно. Но зато мы получили очень много опыта, у нас генерал очень жестко прокачался на самом деле. Шестой левел, перки потихонечку, да, здесь тоже я уже эксперта по пехоте поставил. Но, в общем-то, мы все это конвертируем нормально в сохранение людей в будущем, скажем так. Ну и плюс потихоньку госпитали тоже будут снабжаться уже оснащением, грузовиками. Потихоньку будем спасать все больше и больше в боях. Но до этого, конечно, надо еще дойти. И я думаю, что есть смысл деплойнуть вот эти девяти, потому что мы вряд ли сможем их восполнить сейчас. Наверное, и пускай они уже выходят на поле боя, и там, да, учатся. Конечно, неприятно, но у нас какого-то снаряжения не будет хватать. Мы, то есть, пока вот это все заполним, да. И это именно узкое горло, так называемое. У нас хватает снаряжения туда, у нас много чего-то хватает. Но, скорее всего, не хватает как раз какого-то оснащения грузовиков везде. Поэтому можно уже их на фронт вести. И вот как выглядят битвы у нас уже вон по 260-300 даже уже атаки днем. И это, конечно, приятно видеть. Так вот это мы сделали полностью. Давайте пойдем в 2% мэнпавара, как я и хотел. Надо нам восполнить бы его. И, блин, цирки, конечно, получать за 75 политки это кайф. Так вот, и, возможно, еще есть смысл вот так повысить. Но пока у нас 2% эти заполнятся нормально, но в будущем, скорее всего, придется. И мы очередные дивизии, скорее всего, здесь вот сейчас окружим. Думаю, думаю, да, думаю, должно получиться у нас. Отлично. Слушаемся дальше и дальше. В один момент они капнут. Они уже поджимаются. И, блин, ну вот видите, у нас потом будет война с крейсом с вот этими ребятами. А мы еще недостаточно сильны. И мэнпавара у нас не хватит. Мы скилимся намного хуже. Ну, посмотрим. Атакуем здесь около Хома-Сити. И это даст нам бунт снабжения. Вот здесь лишит их тоже снабжения какого-то. Вот здесь вот уже ребята без снабжения кайфуют. Да, мы контролируем эту территорию. Здесь промка добавляется нам. Но, видите, вот эта территория уходит почему-то западному командному центру. И это очень неприятно выглядит, честно говоря. И, господи, как нам все хотят закинуть таких ментов, всяких конвоев, всего. А я не против. Кстати говоря, можем апнуть поезда. Блин, здесь не производится. Да, плевать. Надо наращивать уже новые быстрее. И надо вот это вот чудо тоже добить. В идеале бы. Чтобы... Чтобы 10 войска. Бля, знаете, что сейчас произойдет? Да. Из-за того, что эти ребята хуй знает почему. Ну, вот игра 10 из 10, как говорится. Забрали территорию. Сейчас мне вот эти ребята обрежут снабжение, захватив их территории. Я чувствую, что сейчас это так и произойдет. Если только мы, наверное, не возьмем Таусу и не заберем таким образом оккупацию себе. Ну, наверное, это так может произойти. Опять-таки, хороший вопрос, почему это передается вообще этим ребятам. Ну, неудачно. Как будто мы что-то с ними договорились, и у нас проход, видите, с ними произошел. Но мы не договаривались. Короче, странно. Ну, да, да. Не, ну, слушайте, ну что это за хуйня? Не, ну отсюда я свои войска убираю. Это какая-то чушь. Ладно, я, кстати говоря, мог даже проход у них попросить, я и попрошу. Так что технически я мог просто их вывести. Но это чушь какая-то. Что это за херня? Почему это передается западным командным центру? Я не могу отменить проход, потому что тогда у меня затроллится... Ну, затроллятся вот эти все дивизии. Короче, какой-то бред нереально происходит. Ну, не знаю даже кого винить. Создателей Шизы или создателей парадоксов. Вообще, я поздравлю Шизу, потому что у нас почему-то вот это заключалось само. Более того, блядь, вот эти территории передались... Что это за говно? Тихоокеанским штатам. Кто это программировал? Почему территории передались Тихоокеанским штатам, которые я здесь захватил? Что? Кто? Почему? Какая-то абсолютная чушь происходит, честно говоря. Видимо, проходы не надо... Точно, ну, нельзя брать. Я не вижу и других причин. Давайте я тогда захватил территорию. Более того, давайте просто всей армией отойдем вот сюда. Ну, что мне еще делать? И отменим проход у западного командного центра. Видимо, из-за прохода войск у меня это все затроллялось. По крайней мере, здесь мы ребят точно добиваем. Ну, опять-таки, на перемирии я точно должен буду хотя бы что-то забрать. Скорее всего, когда там Американский Союз капнет. Но то, что оккупация уходит не мне, меня очень дико бесит. Опять-таки, здесь есть какой-то скрипт, который вот эти два статя передал этим ребятам. И взял у них проход автоматически. Что это и как? Хороший вопрос. Но мы ждем, пока вот эти ребята вернутся от территории. Что я могу сказать. Хотя мы можем попробовать пройти здесь. Здесь как раз же Д есть. Надеюсь, мы так ничего не сломаем. А, ну теперь нам, конечно, зато надо речку пробить через одну провинцию. Ну да, теперь речка говна у нас тут стоит. Ой, ну конечно, на Мексике что-то напрограммировали жесть. Ну да, ждем. Короче, тогда пока вот территорию заберут на юге, чтобы через них пройти как-то. Я не вижу других вариантов там. А пока можно потренить ребят, которые недотренины, да. И у нас здесь не хватит снабжения. Давайте машины на снабжение потратим, кстати. Которых у нас нету, но тем не менее. Начинаем по фокусам проключать воздух, потому что что нам еще качать. И вот они начинают двигаться туда. Да, отлично. Они сейчас здесь все заберут, и я смогу наступление планировать. Французская социалистическая республика. Это вот здесь вот она образовалась, и она решила высадиться вот сюда, господи. Ну и шизня происходит. Заберите, пожалуйста, пробку последнюю, я наступление начну. Ну и произошел Литовский ультиматум, и там в Европе началась очередная мировая война. Нас это не сильно интересует. Нас интересует, чтобы себе провинции захватить. Как же нас эти проходы затроллили, это просто жесть. Но благо мы, как я и говорил, дали чуть побольше пространства противнику. Таким образом, больше направлений у нас было для атаки. Мы смогли пробиться. И причем достаточно успешно вроде как. Отлично. Попытаюсь я сейчас просто М10ЖД просто обрезать во всей стране. Вроде как у нас это должно получиться. Ну да, можно попробовать вот так атаковать. И очень недалеко они уже от поражения, надо пушить. И вот она тоже начинает войну в Европе. Ну, что, как говорится, нового. Тем не менее, все равно что-то интересное, как будто бы. Но не для нас. А мы здесь просто вклинились вот сюда. И вот эти все войска ставили без снабжения. Осталось только все это окружение обезопасить для нас. И вот вообще получилось здесь даже окружение. И так далеко мы ушли. Тем не менее, уже три дивизии окружили. Вообще, по потерям уже там полмиллиона есть. Хорошо повоевали, я бы так сказал. У нас появился инженер. Кстати, это приятно. Хитрый лист тоже нам приспособляться, конечно. Но даже не знаю. Вот рейнджера мы, наверное, можем выключить еще. Ну и курного стрелка, как будто. Хотя, вот, болотный лист. Ну, блин. Все-таки, кур здесь уже не осталось. Заболос здесь не осталось. Только рейнджера мы, наверное, выкачиваем еще в Америке. Она больше вряд ли придется нам рассчитывать. Вот мы, кстати говоря, заходим в новый Орлеан. Да, падение нового Орлеана произошло. И Американский Союз, по-моему, сейчас должен вообще капнуть. Другой вопрос. Сколько нам в Варскоро дадут? Да, так и произошло. Распад Союза. Немало, кстати. Замечу, немало. Но на самом деле все еще мало. Как бы так сказать, да? Немало, но еще очень мало. И даже не знаю, сможем ли мы вот это все отжать. Хотя бы вот так хотелось бы, да? Как-то. Хотя бы так. Хотя мы можем как будто бы еще взять. Но, мне кажется, если мы пойдем вот сюда, там мы как-то растянемся. Вот это еще можно, наверное, взять. Остальное я бы просто во флот, наверное, вкачал. Просто если мы еще дальше потянемся, вот это только регион, если можно взять. Это очень плохие границы для будущих войн с какими-то другими американцами, я полагаю. Так что, да. И флот, кстати говоря, я не рискую пока брать. Вот видите. Потому что, если бы я взял флот, я бы все эти территории не смог окончательно взять. Флот нам, типа, еще хватит такого взять. Здесь миллион еще американцев. И вот теперь такие вот Тихоокеанские Штаты Америки. Да. С этой стороной нам теперь как будто драться. Давайте вот это отменим. Мне не сильно страшно то, что мы потеряем какие-то дни. А вот вопрос. Кто по территориям сейчас произойдет? Как скрипты сработают? Потому что техническая страна не существует уже, к которым мы, типа, обращаемся. Или как бы существует, но не контролирует свои территории. Так что вопрос, что мы получим, очень-очень интересный. Ответ нам, судя по всему, будет ничего. Да? Ну, походу, да. Так что вот сюда двигаемся. И максимум дивизий, которые можем обучать, обучаем. И вот вопрос еще один. Что, как мы воевать собираемся? Вообще, по промке мы себя чувствуем, ну, нормально. Нормально. Нехорошо, но нормально. Другой вопрос, что у них сотка дивизий, а у нас, типа, 27. Это есть такой нюанс, как говорится. Но я думаю, мы справимся. Ага, смотрите. Так вот, блядь, что должно было произойти. Видимо, там что-то на говнокожено. Вот здесь у нас проход... Смотрите-ка, проход войск там получается, да? И какие-то там он гарантии. Пакт о ненападении. Политка. Там, смотрите, что нам предлагают. Нам передадут территория, а мы за это должны помочь. Я чувствую, что пахнет наебом, но, как бы, воевать-то я не против. А если что, те, кто нас наебет, мы тоже наебем, но уже фатально. Слушайте, ну... Вообще, звучит резонно. Звучит резонно, да? Тем более, что я им немножко помогал. И вроде они даже держатся неплохо. Это вот эти ребята предлагают нам как раз-таки. Ну, западный команд-центр, и, понятно, ваши тонны, это как раз-таки вот федерал под Маккартером здесь. Шансы у них есть. Если мы реально задушим Тихоокеанские Штаты, они как-то здесь продержатся, у них там горы. Надеюсь, Ишка сможет это сделать. То... Может быть, может быть. Давайте согласимся. Будет очень цельное против Американского Союза и Тихоокеанских Штатов. Ага! Американский Союз мы уже захватили. Технически. Так что... Только уже вот эти ребята. И, смотрите-ка, такой вопрос. Канада, конечно, воюет вместе с этими ребятами, как бы на одной стороне, но... Не в одном альянсе. Соответственно, если мы объявим войну сюда, потому что я вижу, мы не окажем состояние войны с Канадой. И это очень важно для нас. Сейчас у нас пройдет вот это, и, наверное, мы пойдем воевать с Тихоокеанскими Штатами. И тут вот интересно, потерять 100 политки, либо получить 20. Но я сохранюсь, но... Вот, я не сохранился. Я просто потерял 100 политки. У меня уже есть казус с Белли, или что? Блин, мексиканские как-то... Они кажутся вот, типа, блин, вроде должны быть проработаны, раз здесь насрались столько фокусами, да? Столько разных партий. Но вот такие венты, они просто сломаны. Хотя вот это вроде как общая ветка для, ну, примерно всех, наверное. Так что давайте на этом моменте мы как раз-таки и прервемся. Наша промка стала еще жестче. Мы уже прям готовы пободаться с Тихоокеанскими Штатами. Это, конечно, очень серьезный противник. Но слабых и не выбираем, верно? Так что в следующей серии ожидайте жесткую войну с Штатами. Будет нереально гачимучи. Я надеюсь, что мы выживем. Мы должны выжить, ну, наверное. Как бы дивизии-то у нас делаются. Если что, еще резервы диплойнем. Но ожидается очень серьезная прям война, я чувствую. И мы уже к этой войне, я думаю, начнем производить самолеты. А там недалеко будет и до танков. Судя по всему, мы баф на исследовании применим уже вот сюда. Потому что, ну, пока что танки некуда запихнуть вообще. Я бы даже, может, производство арты и топки повысил. Туда-сюда вот посмотрим. Это в следующей серии. С вами Ред был Допе. Подписывайтесь, если вы еще вдруг не подписаны. Лайки, комментарии, ребята. Все как обычно. И до скорой встречи. Пока.